Андрей Иванович, но вот ощущение первое, что жизнь не радует, вот это состояние, оно же связано с тем, что второй и третий аспект у нас проблематизированы. На самом деле это самостоятельные вещи, потому что если мы говорим про то, что жизнь не радует, это в значительной степени умение управлять своим, направлять душевное состояние психологическое, да, потому что у меня есть книжка, которую я первую написал из-под палки «Счастлив по собственному желанию», да, и она как раз описывает, да, каким образом мы можем просто на самом деле, вот, ну, то есть без каких то внешних воздействий, без какого-то формального успеха, без каких-то там вдруг внезапно появившихся людей в нашей жизни, мы можем своими руками, счастлив по собственному желанию, я сам делаю, понимаете, мозг не был приготовлен к этому миру, в котором мы с вами живем, мы с вами живем в очень агрессивной среде, она агрессивна во всех смыслах, она подавляет наши биологические влечения, потому что есть культура, есть то, что Фрейд называл цензурой, вот, как бы, ну, как бы мы все время должны встраиваться в общество с его очень сложными этими историками, плюс есть всякие разные ожидания от нас там и так далее, которые нас приводят в состояние тоже постоянного напряжения, плюс есть эти, как его, мысль я потерял, да, плюс, в принципе, этот информационный токсикоз, этот бесконечный и так далее, вот, мир для нас, для нашего мозга некомфортен, и мы не можем в этом мире чувствовать себя хорошо, то есть вот, как бы, плохое настроение, тревога, депрессия там и так далее, ну, не в клиническом, а таком, как говорят специалисты в преморбиде, до болезненном состоянии, да, это скорее норма, то, что чаще вы видите людей, которые, у которых, ну, не все гладко, да, даже если они, это вот хороший пример американцы, вот, американцы, это же вот нация, с которой ты взаимодействуешь, там постоянно на тебя сыплется жизнерадостность, вот, она прямо струится на тебя, how are you fine, ну, вот, и там как, это вот есть такие формулировки у американцев, там, если вам что-нибудь, и вам это, it's very interesting, ну, вот, мы думаем, ну, очень интересно человеку, вообще просто, значит, то, что я сделал, просто гениально, ну, на самом деле, у них very interesting, значит, ну, полный швах, вот, просто больше никому не показываете, да, amazing, они говорят, просто гениально, да, это тоже, вот, из них струится этот оптимизм, ну, вот, но это же ложный оптимизм, это оптимизм, который скрывает чувство одиночества, чувство очень высокого уровня тревоги, потому что они живут в государстве, в котором, ну, очень важно, как бы, быть на ногах, потому что, если что-то пойдет не так, медицинская страховка, там, то, все, пятое-десятое, и все, жизнь на улице, они в этом смысле очень находятся в огромной этой внутренней тревоге, из них учится весь этот бесконечный оптимизм, вот, а потом начинаются эти волнения, при которых, это же вот обратная сторона, вот этот агрессивный совершенно, вот этот оптимизм подавляет реальное переживание, а потом, когда вдруг что-то ломается, это переживание выливается вот таким агрессивным воздействием, ну, как просто рушит все, потому что они ненавидят мир этот, ну, то есть, никто это не признает, ну, вот, но на самом деле это так, потому что мир лживый, мир требующий постоянно находиться в напряжении, постоянно готовым отражать все эти удары, нету ощущения уверенности в будущем, там, и так далее, то есть, я хочу сказать, что наше несчастье, оно, как бы, норма в нашем обществе, и вот переступить его, оказаться за, как бы, вот этой нормой, да, для этого нужно совершать действия, то есть, если вы сами ничего не делаете со своими негативными прогнозами, вот этими всякими требованиями рациональными, со всякими разными такими объяснениями, которые вас, как бы, сковывают, вы не будете чувствовать себя счастливыми, это, и поэтому это другое, да, а есть еще наше социальное чувство, мое желание, чтобы рядом был человек, на которого я могу всегда положиться, который всегда меня поймет, ну, у меня, может быть, скверное настроение, Господи, не знаю, магнитная буря, я не знаю, но плохое настроение, не с той ноги встал, там еще что-то, ну, может быть, да, чего ожидается от близкого человека? Что он всегда будет тебе, ну, как-то проявлять сочувствие, участвовать? Да, поймет, что это я не просто, а потому что, ну, вот так, и надо просто прийти, меня там, как сказать, что все хорошо, вообще просто, лучше нету в мире никого, ну, вот, это же, вот это же ожидание, вот есть такое паяние, вот будет жизнь, я проснусь не с той ноги, а она или он ко мне подойдет, скажет, вообще, прорвемся, и ты такой, я живу, ну, вот, ну, не будет такого, нет, для того, чтобы мы двигались к этому, тоже нужно будет производить усилия, как с вот этим нашим нервно-психическим напряжением постоянно, мы должны проводить профилактику, точно так же и с нашим вот этим чувством, вот этого одиночества, только навык реконструкции других людей, только вот умение действительно быть для них нужными для того, чтобы они хотели, когда тебе тяжело, прийти к тебе навстречу, на помощь, то, что все мы, мы эгоисты по природе по своей, это не хорошо, не плохо, это так, да, ну, вот, кто откажется от того, чтобы кататься, как сыр в масле, ну, вот, но кто будет готов катать кого угодно бесконечно в масле, понимаете, вот, ну, вот, и после того, как это становится понятно, очевидно, что отношения требуют инвестиций, они требуют своего вот этого отдавания, да, вот, другое дело, что, как мы вот на КТ онлайн и в красные таблетки, как я пишу про эти долги, которые возникают, да, но вот это очень важная вещь, которая должна перещёлкнуть в голове, когда ты понимаешь, что ты не одалживаешь кого-то, когда что-то ему даёшь, когда катаешь его в масле, вот, а ты вот как у экклезиаста, там, вот это, когда идёт один, упадёт, кто поднимет его, вот, а когда идут двое, один упадёт, другой поднимет его, ну, то есть, это не, я не в долг его, как бы, я его не облагодетельствую тем, что я его поднял, да, а просто мы идти можем только двоём, и вот, когда это начинает, становится понятно, тогда инвестиции в отношения перестают ощущаться, как вот это вот баш на баш, я тебе дал, ты дал много, я дала мало, всё, давай там, что бы вычислять, вот эта математика вся, приматы, приматы, груминг считают, всё, обезьяна-то, всё посчитала, демаль, посчитала, все обезьяны, понимаете, держат в башке кто кого сколько натер, как этот, кого там, на труд, как этот, что блестит, вот, они все друг друг труд для эндорфинов, на труд, на труд, и каждый держит в голове, и это самое поганное, это вот самое поганное, что у нас есть от приматов, то, что мы считаем, сколько мы друг другу дали, до тех пор, пока двое считают, у них не будет сходиться математика, это суть когнитивного искажения, которое Таллер открыл, Канеман доказал, эффект владения, вот, поэтому это тоже какое-то внутреннее осознание, что в эту игру нельзя играть. У меня есть психософический трактат, вот, и он написан по структуре Виттгенштейнского трактата, тоже семь пунктов, тоже все пункты раскладываются, и у Виттгенштейна последний седьмой пункт, самый короткий, состоит из одного пункта, он говорит о том, о чем нельзя говорить, следует молчать, или следует сохранить в молчании, да, ну, действительно, что вы не можете высказать, вы не можете высказать, ну, молчите тогда про это, это будет честно. Вот, а у меня другая, у меня не логика философская, у меня психософический трактат, у меня последний пункт звучит седьмой. Игра продолжается только до тех пор, пока играют обе стороны. Вот только когда у тебя есть осознание, что это игра, и, как бы, и вы играете, будут ошибки, будет конфронтация, будет напряжение, не будет ощущения того, что вы, как бы, делаете это для себя, не для я ему, она мне, и так далее, да, а для себя. Вот, и это ход. И то же самое с третьим пунктом. Если вы хотите жить вот этим вот, как бы, горением своего дела, дело должно вас потащить.